День города и День Металлурга Нижняя Салда празднует в один день не случайно. Металлургический завод, построенный еще Демидовым, является градообразующим предприятием. И сегодня на нем трудится немало солдинцев. Поэтому в День Металлурга одна из добрых традиций – вручение наград. Чем живет сегодня завод, что его ждет в будущем? Кто, как не руководитель предприятия, знает ответы на эти вопросы? В настоящее время завод также продолжает развиваться. Мы открываем новые участки, новые производства, осваиваем новую продукцию. В ближайшее время уже защищены два инвестиционных проекта по развитию завода. Изготовление инструмента деформации для основной площадки НТМК. И выход с нашей подкладкой на рынок Северной Америки. Поздравляю всех металлургов и семьи с этим прекраснейшим праздником, нашим профессиональным праздником – Днем Металлурга. Желаю здоровья, успехов, удачи и уверенности в будущем. Почетным гражданином города Нижняя Салда в этом году стал Анатолий Долгих. Депутат городской думы, директор научно-исследовательского института машиностроения. Анатолий Александрович не только блестящий руководитель и занимается наукой. Он очень сильно болеет душой за наш город. И он очень сильно меня поддерживает. Поэтому благодаря вот таким людям, я думаю, что наш город будет только расцветать. Спасибо вам огромное, от меня лично и от всех горожан, потому что вы представляете интересы города на всех уровнях. И являетесь самым почетным, активным и любящим гражданином этого города. В этот день награды получали не только металлурги. Тренера по хоккею Олега Валакина поздравляли его ученики. Мы и наши родители хотим поздравить нашего тренера. Мы его любим и уважаем. С праздником! Спортивные достижения хоккейной команды во главе с тренером радуют весь город. Очень приятно, что оценили нашу работу. Это не только моя заслуга, это заслуга всех ребят, родителей, которые помогали, водили, заставляли детей заниматься этим видом спорта по-другому. Иначе, наверное, никак, потому что тяжелый вид спорта – хоккей. Но да, очень хорошо у нас сложился этот сезон, удачно. Вы стали чемпионами области, поехали на Россию, выиграли третий этап всероссийский Урала-Западной Сибири, что удавалось далеко не всем. И плюс мы еще попали на финал, это уже четвертый заключительный этап клуба «Золотая шайба». Заняли очень высокое, почетное четвертое место. Чтобы город был благополучным, очень важно, чтобы в нем жили счастливые семьи. Бурными аплодисментами встретили солдинцы золотых юбиляров – Лидию и Виталия Шароновых. Лидия Михайловна и Виталий Никифорович прожили вместе в любви и согласии полвека. Жизненный путь их не был прост, но они вместе прошли все испытания и трудности. При этом, сохранив взаимную любовь и преданность, вырастили достойных детей. Поэтому секрет счастливой семейной жизни от семьи Шароновых оказался очень важным. Я хочу пожелать всем здоровья, во-первых. Второе, чтобы вы любили друг дружку, уважали. Было взаимопонимание, набрались терпения и дожили до золотой, а то и бриллиантовой свадьбы. Здоровья вам! Живите долго и крепко. Любите Родину, самое главное. С праздником вас всех! Пять семейных пар подхватили эстафету счастья и любви золотых юбиляров. И в Салдинское небо из рук молодоженов устремились белые голуби. В день рождения города со сцены звучали добрые слова от гостей. Удачи вам, развития, благосостояния, исполнения всех задуманных планов. И я желаю дальнейшего развития наших добрососедских отношений. С праздником! Так, немножко. Здравствуйте, дорогие солдинцы! От всей души по-соседски поздравляю вас с вашим праздником, Днем города и Днем Металлурга. Ваш город был основан для металлургии, металлургами, которые всегда были основательными и очень серьезными людьми. И сейчас вы остаетесь такими же замечательными, прекрасными солдинцами. Вы также развиваете металлургию в своем городе. Это основа вашей промышленности. И пусть будет так, потому что это правильно. Живут те города, которые что-то производят. Поэтому от всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи, счастья. Пусть всегда у вас будет работа. И пусть ваш город будет самым прекрасным городом на Земле. С праздником! Почетный гражданин города Анатолий Долгик в своем поздравлении от Научно-исследовательского института машиностроения рассказал о перспективах института и о связи металлургии с космическим производством. За нами будущее. Но я бы хотел в День Металлургов пожелать им качественного труда, качественной продукции, чтобы и у нас, в наших двигателях, металл был качественным, герметичность была, свойства были. Без этого никак. А глава города Елена Матвеева поздравила своих земляков с двойным праздником. Мне бы очень хотелось, чтобы мы ценили то, что есть в нашем городе. Были трудные моменты, когда предприятия были вынуждены отказаться от социальной сферы для того, чтобы выжить. И они выжили. Теперь мы начинаем учиться жить в новых условиях. И я думаю, мы научимся, и у нас все получится. Чем дальше, тем будет лучше. Поэтому я поздравляю всех горожан с Днем Металлурга, с Днем нашего родного города, Нижняя Салда. Желаю здоровья, счастья, чтобы всегда ждала интересная работа. Дома была семья, а город был приветливым и уютным. С праздником! В этом году на праздник именитых гостей не приглашали. Салдинские артисты радовали публику своими музыкальными номерами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова